Доброе утро! Компания «Эритеми фертилисантес» – это испанская компания, находится наш главный офис в городе Валенция. Мы имеем там два завода по производству Сирия и по производству наших препаратов. Наши препараты экспортируются прямо из Валенции сюда, в Испанию, в Россию. Мы имеем в нашем портеле, как я уже говорил, разные удобрения, в том числе для капельного полива, которые идут для выраживания овощных культур, в том числе и кукурузы, если кто-то выраживает кукурузу на поливе. У нас есть препараты, которые вносится через капельный полив, как Текамин Раис Плюс. Текамин Раис Плюс – это очень интересный препарат для тех, кто выраживает рассаду, для тех, кто выраживает картофель, особенно если нужно получить ранние своды картофеля, то этот препарат очень хорошо помогает в этом направлении. Здесь вы можете видеть, как на контроле работы нет кукуруза. И здесь, внизу, как применяют Камин Раис. Что мы достигаем? Мы достигаем, что мы получим ранние своды, на 7 дней будем опережать в процессе развития. Это очень важно, если, допустим, это ранний картофель, потому что мы можем выходить раньше на рынок, то есть мы можем просто уже закрыть спросок, особенно когда в ранних этапах требуется уже готовый картофель. А второй препарат, который предлагаем для капельного полива – это Текамин Флауэр. Текамин Флауэр – это специальный препарат для тех, кто выраживает, допустим, помидоры на открытом грунте, баклажа. Почему? Потому что этот препарат, если мы даем через капельное поливо, будет увеличивать количество или содержание нектара. Соответственно, просто насекомые полители будут быстрее прилетать к этому цветку и будет лучше завязывание, без потери энергии. Кроме того, в этом препарате содержится еще фосфор. Это очень важно, особенно если мы выраживаем на открытом грунте, допустим, баклажа. Вы можете видеть здесь на этой фотографии, как из-за нехватки энергии поворачиваются листья. Это из-за того, что просто не хватает фосфора, из-за того, что нет энергии. Особенно это очень видно у тех растений, у которых большое содержание, скажем, или иные большие способности образовать цветы, то есть когда цветут постоянно. Далее, если у нас есть проблемы с тем, что нет окрашивания на помидорах, на перцах, и если кто-то выраживает ямору, то препарат, который называется текаминбрекс, как раз ускоряет это созревание. И одновременно окрашивание плодов. Это очень важно, особенно в сегодняшний день, когда у нас этот климат изменился, очень важно, чтобы быстрее пришел вот этот переход на окрашивание. Вы можете видеть здесь на фотографии, как перец страдает из-за того, что солнце попадает в одну сторону, и в одну сторону, и в одну сторону, и в одну сторону находится в тени. И если мы применяем текаминбрекс, полностью уйдет, это окрашивает. То есть мы, соответственно, закрываем вот эту проблему. Далее, в нашем портфеле есть удобрения, которые имеют защитные действия. Я думаю, что это сейчас очень актуально, потому что основная задача уменьшить количество СССР на гектар, то есть чтобы было меньше пестицидов. Как вы знаете, в Испании используют только 3DV при выражении любых культур. Для того, чтобы уменьшить количество пестицидов, мы прилагаем 2 удобрения. Это котрофит ПК. Котрофит ПК – это жидкие удобрения, содержащие фосфор и калия. Но фосфор, который идет в этом препарате, находится в виде фосфита. Когда находится в виде фосфита, он имеет 3 атома кислорода и передвигается по ксилям и фроэму. Соответственно, когда очищают эти каналы ксилям и фроэму, уменьшается количество мицелий, количество болезней. Это очень важно, особенно для тех, кто выращивает картофель. Меньше фитофтороза, будет меньше нагрузки на гектар. Далее, у нас есть другой препарат, который называется Контрофит Мед. Контрофит Мед – это препарат, который содержит мед в виде глюкуната. Почему в виде глюкуната? Потому что растение, когда попадает мед на листовую поверхность, должен вырабатывать глюкунат в корневой системе. Но обычно не успевает. Не успевает это делать, и поэтому мед остается на листьях и защищает контактным способом. Наш препарат уже имеет в его составе глюкунат, поэтому он работает системно. Можно его давать через капельное поливо. Соответственно, мы, конечно, боремся против разных видов патогенов и бактериозов. Особенно, если, допустим, есть проблема с корневой гнилью, если кто-то вырабатывает это огурцы. Здесь мы проверили на картофеле в институте в Подмосковье. Мы давали разные дозы этого препарата по 2 литра фазы полных исходов и бутернизации, и 2,5 литра. Как вы видите, просто по результатам, вы можете видеть, что здесь контролируют такие болезни, как фитофтороз и ризоктороз. При этом мы получаем безопасный урожай, меньше пестицидов на гектар. Это очень важно сейчас, особенно, когда будет проверяться количество нитратов в плодах. Другое удобрение, которое идет очень хорошо для капельного полива, особенно сегодня озвучили такой вопрос, что накапливается количество удобрений, если, допустим, у нас уже есть проблема с засоленностью, особенно если даем через капельное поливо. То есть наша задача, что вот это удобрение, которое мы даем через капельное поливо, быстрее усваиваться. В этом направлении работает этот препарат Акрифул. Почему? Потому что в его составе содержатся органические кислоты, которые помогают лучшему усвоению этих удобрений, содержатся разные витамины, которые стимулируют метаболизм в корневой системе. Когда работает корневая система, когда работает микробиология вокруг корневой системы, здесь уже доступ к вот этих макроудобрения усиливается. Мы здесь работали с этим препаратом в разных регионах России, в Краснодаре, Самарске, Саратовске, на Луке. Эти результаты 2010-2011 года, если вы помните, в 2010 году была ужасная засуха, и даже в таких условиях мы смогли получить увеличение урожайности. В прошлом году мы работали в Ростовской области, там тоже проблема с засоленностью, там, где идет, скажем, выращивание картофеля из Савоворота. Эти препараты очень хорошо работают в этом направлении. Вы можете увидеть вот это. Сегодня у нас 20-е число. Мы находимся у нас на посадках картофеля, поле именно под капельным орошением. Хотел продемонстрировать и показать, как бы, то, что сам недавно увидел, как работает препарат Агрифул, именно на картофеле, что он делает с водой. И, как бы, это наглядно видно у нас на поле. Вот даже сейчас сами увидите, что нет солевых пятен белых возле капельной ленты, именно ни на гребник, ни между. И, ну, вот, было применение с нормой 2,5 литра на гектар, внесено через каплю. Внесено было 17-го числа, то есть, получается, 3 дня назад. И, как бы, видно уже через 3 дня, после одного применения, как визуально, видно, что очень хорошо работает, и мы их не наблюдаем. Хотя, вот, рядышком, через смежный ряд, где мы не вносили, будет очень хорошо видно. Пройдем, да, мы сейчас пройдем. Да, пройдемте посмотрим, да, вот, допустим, у нас, получается, граница. Это начинается другая клеточка, и вот сразу видно. Мы сразу видим солевые пятна, да. Да, солевые пятна, и они продолжаются до самого конца поля, и, как бы, ничего мы с этим не сделали, и пока не сделаем. Пытаемся работать над этим, и вот, как бы, сейчас пока что все видно, как препарат работает. Здесь я хотел показать отзыв просто одного агронома в Ростовской области, как он решает вот эту проблему из-за того, что просто вокруг или рядом с капельной лентой образуется за солюности. Это, еще раз говорю, это очень важный вопрос, потому что надо, чтобы вот это удобрение полностью у своего растения, и когда у своего растения полностью вот это удобрение, соответственно, конечно, лучше, как бы, влияет на урожайность. Очень жаль, что не работает это видео. Далее, в нашем портфеле содержатся разные препараты для лесового применения, в том числе, как сегодня говорили, для животного, что мы работаем в Италии, очень активность препарата под название Текамин-Макс, очень хорошо работает именно в уменьшении количества заболеваний, одновременно увеличивает содержание крахмала и так далее, то есть, может быть, интереса тоже хозяйству, которое выращивает кукурузу на силу. Наше удобрение содержится в разных видах микроэлементов для лесового применения, можете просто в зависимости от pH почвы, от вашей засоленности, выбирать наше удобрение. И в нашем портфеле еще содержится такой препарат, как Термофит-PH. Вы знаете, что сейчас, особенно компания Синген, Табайер начинает уже говорить о том, что надо регулировать pH от воды. Если мы, допустим, через капельное поливо нам необходимо регулировать ЕС, электропроводимость, для того, чтобы просто была лучшая своемость, то, если мы даем уже по листу, необходимо регулировать pH воды. Препараты Термофит-PH работают в этом направлении, и вы можете просто найти дополнительную информацию у нашего дистрибьютора, компания Агролига. Мне дали 10 минут, я думаю, что я уложился в этом времени. Если будут дополнительные вопросы, пожалуйста, обращайтесь к нам. Спасибо. На самом деле, то, что вы сказали до этого, что необходимо вносить микроэлементы, необходимо регулировать pH, необходимо узнать, какой pH, какой слой гумуса, это, конечно, очень важно. Но с нашей точки зрения производителей удобрения, очень важно, чтобы тоже растения усвоили вот это удобрение. Поэтому просто подходим мы немножко со стороны физиологии растений, для того, чтобы просто улучшить вот эти свойства, потому что, к сожалению, менять свойства почвы не так легко и не так лёжно. Скажите, пожалуйста, а вот ваши препараты, их можно использовать для органического земледелия? В нашем портфеле содержатся разные препараты, которые имеют сертификат ЭКО. Это СОХИ-СЕРТ, ЭКО-СЕРТ. Препараты, которые доступны и можно использовать в органическом земледелии. Пока мы не зарегистрировались в России, как бы в группе органического земледелия, идёт процесс, но в Испании, в Европе, в других странах это применяется. Препараты особенно для живого того, чтобы очень интересно. Ну, это важно будет учесть. Мы, кстати говоря, в середине июня будем в Ростовской области проводить День органического поля на базе хозяйства Биохутор Петровский. Там очень интересный опыт. Они 10 лет по технологии сертифицирующего органа частного производят продукцию, разнообразные зерновые. И, кроме того, они делают крупы органические, пекут органический хлеб и даже получают органическое яйцо. И самое главное, что всё это эффективно и рентабельно окупается очень неплохо. То есть, для тех, кто ищет ниши, где можно зарабатывать, вот органическая ниша для небольших фермерских хозяйств, она очень интересна. Есть вопросы к Деннису? Если нет, то спасибо.